Микрорайон Сходня, Российская Академия Туризма. Именно на этом месте в 1941 году сформировалась 4-я дивизия ополчения, которая ушла на фронт противостоять немецким захватчикам. Сейчас на здании Академии мемориальная доска в их честь. В преддверии Дня защитника Отечества почтить память и возложить цветы пришли студенты, преподаватели, потомки героев, представители администрации и общественники. В музее боевой славы, который работает при Академии туризма, провели круглый стол, шла священная война ополченцев памяти поколений. Пригласили чиновников, общественников, а также тех, кто много лет занимался исследованиями, раскапывая свидетельство о героях тех времен. Сын народного ополченца Юрий Яновский рассказал, как уговорил ректор Эрмат создать в стенах вуза музей. Я несколько лет пытаюсь и пытался до этого в городе поднять на должный уровень память Интерской батальоны 4-й дивизии. И после нашей беседы он сказал, будем делать музей в Академии. И музей состоялся. На круглом столе выступили студенты Академии, которые рассказали о результатах их поисковой и исследовательской работы. Им удалось собрать коллекцию оружия и истории, связанные с ополчением. Советник главы администрации Сергей Малиновский подчеркнул, как важна связь поколений. Приятно, что молодые ребята сегодня здесь вместе с нами, которые также готовы обсудить, которые погружены в этот процесс. Это указывает на то, что на высоком уровне патриотическое воспитание молодежи проходит здесь, у нас в Сходне. Слава этим героям и спасибо вам, что вы так бережно храните память. Многое уже сделано, но впереди большая работа. Предстоит поиск в Центральном архиве Минобороны, поиск родственников и потомков ополченцев, дополнение биографии из семейных архивов. Для того, чтобы сохранить память тех, кто ценой жизни помог сохранить мирное небо над головой. Продолжение следует...